ребят всем привет вы смотрите новости тяжелоатлетики и вашему вниманию предлагаю посмотреть два видео и вот этот видео канал как у т.в. называется илья ильин допинг семья и возвращение если честно интервью не уберет знакомый или может быть даже друг он далек от тяжелоатлетики от спорта и ну подошел он конечно правильно как бы со всех сторон личную жизнь хотел раскрыть илье но нам штангистов те которые уже знают или и или на как спортсмена естественно хочется более такие детальные интересные вещи и сначала видео часовой сначала половина интервью первая часть ее можно ну грубо говоря пролистать в принципе здесь есть там тайм-коды если кому-то интересно можете конкретно по отдельным вопросам посмотреть что вас интересует вот в первой части он спрашивает у или на про команду как они тренируются не надоели друг другу как они отдыхают быть и вот только во второй части зашел разговор как конкретно по его отношение к дисквалификации отношение к его золотым медалям который пришлось отдать олимпийским отношение к отстранению он попросил очень тонко культурно рассказать про эту ситуацию но или альин так как он является действующим спортсменом естественно не хочет быть белой вороной на всем международном пространстве и открыто о чем-то рассказывать он также с намеком дал ответ сейчас кстати я включу заставочку минутную вы тоже об этом поймете почему тебя в школе называли шаман слово допинг которое звучало очень часто ты плакал конечно конечно плакал как-то спать тишка все сделано это все нечестно как козел отпущения это несправедливо было не справедливо сто процентов если все понимают о чем нельзя об этом говорить многие вещи же мы же вот живем знаем они говорим 2000 на 96 98 там ты не лазит тогда если кого-то разочаровал у меня такая жизнь я никого за собой не тянул я просто делаю побеждал я в самом низу я буду сейчас показывать экшен второе видео находится на канале бай мемлекет называется или один самый сильный казахстанец и это не интервью а такое такая видеобиографии самых первых шагов и он еще маленький и вот до токийской практически олимпиады где он сейчас тренируется какие у него планы но что мне понравилось и что я никогда не видел это видео и фотографии когда он был молодой поэтому если кому-то не будет интересна его биография то я думаю что интересно будет посмотреть как раз вот его юные ранние годы будущий чемпион появился на свет в казаларде 24 мая 1988 года там же он познакомился с тяжелой атлетикой нельзя сказать что у или был выбор ведь с юных лет его окружала атмосфера спорта в молодости его отец александр геннадьевич на любительском уровне занимался боксом борьбой и штангой он служил для или его старшего брата алексея примером того каким должен быть мужчина со временем алексей стал серьезно заниматься тяжелой атлетикой вышел на профессиональный уровень и неоднократно выигрывал первенство казахстана так он справа и люди с кем было оставить дома тот ходил на тренировки справа с начала он сидел на скамейке и наблюдал но однажды в нем проснулась страсть к штанге ему было шесть когда он пришел на первую тренировку таким образом и я начал пать вес раньше чем научился нормально писать и читать в десять лет он уже участвовал в соревнованиях местного и областного значения как-то раз он даже попал на первую страницу к справду статья вышла под заказ не знаю насколько это в данный момент актуально есть интервью павла колобкова от 7 ноября возможно именно уже тогда велись какие-то ответные шаги против отстранения потому что мы понимаем что кроме политики еще идет и денежный вопрос который тоже имеет весомое значение при отстранении например такой большой огромной сборной как россия и в интервью павел колобков предполагает что в токио на олимпиаде 2020 будет побит рекорд по численности российской команды он рассказывает что на данный момент отобралось 100 человек предполагается что будет команда состоять из 400 для примера в 2016 году на олимпиаде было всего двести восемьдесят шесть спортсменов следующая информация касается юношеских олимпийских игр 2018 года которая проходила в буйнос-айресе касается весовой категории плюс 63 килограмма где тайская спортсменка заняла первое место и опередила ближайшую соперницу на 18 килограмм это является очень большим разрывом но не естественно не поводом по дисквалификации она дисквалифицирована по результатам допинг-контроля ее место заняла спортсменка из турции второе место спортсменка из узбекистана и третье из новой зеландии в этой статье также говорится о том что сборные таиланда пытается разделить свою сборную на взрослых спортсменов и юниоров объясни это тем что если вы знаете сейчас сборная таланда дисквалифицирована отстранена от международных соревнований и они пытаются разделить взрослую часть сборные типа допустим обысла отстранена они нарушители а мол молодежь она вся чистая но к сожалению есть проваленный допинг тесты и среди молодежи тем как кому не старше 24 лет и вот в частности 5 декабря в лазанье будет рассматриваться еще и их вот этот вопрос по этому делу следующее видео про сборную беларуси находится на канале ведь лифтинг беларуси этот тот самый канал про который я рассказывал который тесто сотрудничает с федерацией тяжелоатлетики биралла руси видео называется виктор шершуков евгений тиханцов эдуард зизюлин андрей орленок большой спорт от 16 ноября это интервью виде такой небольшой конференции где каждому дается вот ведущий он задает вопросы старшему тренеру спортсменам по прошедшим соревнованиям по тому чем сейчас они занимаются и о планах на токийскую олимпиаду и так как беларусь находится в том же положении что и россия они могут выставить от своей сборной только по одному участнику от мужской и женской команды и ведущий задал старшего тренеру вопрос кто является кандидатом значит я сразу могу сбиться по алфавиту но только по алфавиту называю ариамнов поэтому не потому что это нам бы ван вот их четверо тарянов тиханцов зизюлин и лихорад вот обратите внимание это уже не первое видео где белорусская сборная в таком в режиме круглого стола собирается своими спортсменами лидерами и они рассказывают о своих планах о подготовке и так далее и если кто помнит в то время когда президент федерации тяжелой атлетики россии был сердцов происходило то же самое периодически они также собирали конференцию где приглашались корреспонденты которые задавали вопросы и они также отчитывались и взять примеры вот деятельности нынешней федерации вы можете вспомнить вот на протяжении этих трех лет уже скоро четвертый год пойдет когда федерация тяжелой атлетики россии собирала пресс-конференцию пресс-конференцию виде круглого стола где присутствуют лидеры нашей сборной победители каких-то соревнований или призеров где они рассказывают где бы они бы рассказывали о своей подготовке почему что-то получилось не получилось вспомните раньше даже на прежнем сайте федерации тяжелоатлетики россии был было такое радио радио богатырь где один раз по моему в неделю в определенный день транслировались виде аудио интервью опять же со сна с нашими тренерами спортсменами президентом федерации но почему-то все это куда-то пропало нету не таких вот пропало ну пусть там закончилось сотрудничество с этим радио богатырь но с учетом того что сейчас заправляют нашей федерации люди которые обеспечены можно же договориться или найти спонсоров по сотрудничеству с любым другим каналом и вести такую же рубрику а то и лучше можно же также собирать пресс-конференции тем более нам есть чем апеллировать можно по итогам чемпионата мира до рассказать о каких-то негативных моментах взять например выступление наших юниоров наоборот можно было бы рапортовать и рассказывать что вот мы такие красавчики как хорошо готовим подрастающее поколение я без какого-то намека или камни в огород федерации тяжелоатлетики россии под руководством нынешнего президента максима гопитова но я сравниваю сравниваю разные федерации сравниваю жизнь федерации при различные годы при разных президентах и я вижу отличие я вижу что сейчас жизнь федерации идет закрыта и она не видно на не видно не спортсменам не тренером не любителем вот так вот хорошо например спортсмен тренер они в теме они ездят на соревнованиях общаются и так или иначе все но немножко информативно подготовлены а вот возьмите но и этих людей единицы я не знаю пересчитывали нас спортсменов или нет но нас и единицы гораздо больше любителей просто людей которые интересуются тяжелоатлетики которые когда-то в молодости поднимали да не не достигли каких-то высот но полюбили с тех пор просто увлекаются тяжелоатлетикой либо следят за ее развитием сейчас зайти на сайт что они увидят два-три каких-то скоб их сообщения и никакой отчетности по по соревнованиям ну где они будут еще искать что они будут искать разные федерации федерации тяжелоатлетики там москвы и московской области там ту тульской области зачем это нужно они естественно будут заходить на центральный сайт это федерация россии и естественно захотят посмотреть допустим какие-то протоколы чтобы сравнить какие результаты были в их время там 80 90 нулевые годы и какие сейчас они не увидят ничего и не увидев ничего они подумают что там федерация совсем закрылась что может там и не работает никто очень плохо что нет никакой связи с общественностью вроде бы общественной организации общественности не показано никакой работы кто интересуется международными стартами есть видео соревнований чемпионат италии до 17 лет находится она на канале изи спорт а если кто не найдет то можете посмотреть форме сайта мер тяжелоатлетики расскажу путь заходите на главную страницу далее соревнования и тренировки европа спортивные новости европейских стран и выбирайте страну италии и здесь ссылочка на 7 часовой на 7 часовой интернет трансляцию этих соревнований вот такие вот в таких условиях они проходили в большом зале с подиумом и это их стандартный баннер он уже на протяжении многих лет вот такую в синем фоне и кому интересно узнать как-то нибудь ребята за рубежом есть такого же плана тренировки они по моему раз в неделю выкладывают видео видео отчет собирают много много разных видео и виде такого одного видео за неделю размещают на своем канале этот канал называется ари финвейтс ну если вы уже поняли по названию это страна финляндия есть совсем молодых возрастных ребят девчонок и на этом же канале они размещают видео соревнований всю подборку этих соревнований можно найти также форме сайта мертежу атлетики по тому же пути которую я сейчас называл для италии если кто-то хотел посмотреть трансляцию только там выбираете не италия финляндия и вот на протяжении буквально двух недель у них прошло витлифтинг джуниор кап финалы спорт институт of санта спорт витлифтинг тату ланд мемориал юноши юниоры нордик чемпионшип и финальный матч чемпионата финляндии что касается российских соревнований совсем недавно буквально обнаружил увидел ютюбе видео со спартакиады учащихся россии в апреле месяце в городе тула на их канале тяжелоатлетик они проводили прямую трансляцию с удивлением увидел что я до сих пор на него не подписан хотя ребят и знаком с ребятами с федерации тульской области уже давно вот к сожалению такой добывает вот как видите подписался на все таки на этот канал так что если кто-то также как и я не видели эти трансляции проходите есть видео соревнований которые проходили на и сын про любительский турнир по тяжелоатлетике видео снимал и разместил на своем канале дмитрий клоков есть потоки мужчины до 89 6 системе 73 81 89 96 102 109 плюс 109 и еще до видео размещал но к сожалению она была заблокирована для для просмотра в россии ну по скорее всего это стандартная ситуация при нарушении каких-то прав скорее всего по причине вот музыки которая которая могла здесь просочиться как слышите современные музыка и youtube естественно его вычисляет фильтрами и блокирует видео и и и есть еще одно видео касаемо этих соревнований находится также вот в этом же разделе где собранные все видео по эти соревнования на сын про канал называется домкрат это молодой человек который является спортсменом и тренером на его канале кстати можете поинтересоваться есть видео про технику правильное выполнение упражнений тяжелоатлетических и чего но не понравилось то что он это уже кстати не первое видео размещает про свою поездку какие-то соревнования и вот в частности про сн про он снимает видео прямо от начала сбора по месту жительства и закачивая самими соревнования тем более нам всем интересно посмотреть что же там было на самом и сам про и он в том числе затрагивает и этот момент так что если кто-то не увидел себя видео на канале дмитрий клоукова то может быть вы попали здесь в это видео и опять про или лина на канале илья илья форева с регулярной периодичностью где-то раза две недели размещаются видео с его тренировок а не только подъемы классических движений но и тяги приседания вспомогательные упражнения на это все всего хорошего до новых встреч а